Плату за коммунальные услуги будут обосновывать. Правительство России утвердило соответствующее постановление, согласно которому при формировании максимального уровня индексов будут учитывать степень благоустройства, темпы изменения тарифов на коммунальные услуги и численность населения. О других инициативах федеральных властей обзорный материал программы. Странным именам решили сказать нет народные избранники. В Государственной Думе работают над законопроектом, который позволит ЗАГСам отказывать родителям, решившим дать своему ребенку необычное имя. Запрет планируют распространить на использование цифр, знаков припинания и различных символов. Авторы инициативы собираются составить единый перечень имен для всех ЗАГСов, а в случае, если родители хотят дать ребенку имя, не входящее в список, им сначала придется получить разрешение в органах опеки. Поправки готовят в налоговый кодекс. Согласно предполагаемым изменениям муниципалитетам предоставят право вводить региональные сборы с предпринимателей. Владельцы бизнеса с 2015 года раз в квартал должны будут платить от 6 до 600 тысяч рублей. Муниципалитеты смогут уменьшать эту ставку и увеличивать ее в 10 раз. Предприниматели уже выступили с возражением против этого двойного налогообложения. Контрактникам предоставят отпуска для экзаменов. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Теперь все, кто проходит службу по контракту, смогут воспользоваться правом на образование. Военнослужащим предоставят учебные отпуска, в том числе для вступительных испытаний и для итоговой аттестации. В документе также прописан отпуск для промежуточных экзаменов. Он составит от 40 до 50 дней.